Девушки отдыхают 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 его вопросами. Приступают немедленно. Главная тема, так называемое, досье Трампа. Накануне издание BuzzFeed опубликовало информацию о том, что у Кремля есть на избранного президента США компромат. Трамп все отрицает. Говорит, у него нет ни кредитов, ни сделок, ни обязательств, связанных с Россией. Я не веду с ними никаких дел. Нет у меня перед ними долгов. Я застройщик, у меня вообще мало долгов. Мы могли бы вести дела с Россией, было бы только желание. Но это был бы конфликт интересов. Я не хочу. Так что никаких обязательств нет. При этом Трамп признал, что за хакерскими атаками на демократов действительно может стоять Россия. И сказал, что не считает санкции Обамы за хакерские атаки чрезмерными. Это дело расследует спецслужбы. На него брошены лучшие специалисты. Через три месяца у нас будут результаты расследования. И мы узнаем все об этом новом явлении. Потому что сейчас американские серверы взламывают все. Русские, китайцы, вообще все. На еще один вопрос о хакерских атаках Трамп отвечает буквально словами Путина. Мол, неважно, кто это сделал. Главное, что удалось узнать из переписки демократов. А еще он не хочет публиковать свой отчет о налогах. Говорит, что американцев это все не интересует. В любом случае, на все вопросы, касающиеся бизнесу, Трампу скоро вообще не придется отвечать. Дело перейдет к его сыновьям Эрику и Дональду. Сенатский комитет по иностранным делам Конгресса США приступил в среду к слушаниям по кандидатуре на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Избранный президент предложил на эту роль Рекса Тилерсона, бывшего главу нефтяной компании ExxonMobil. Сэм Нанн, в прошлом сенатор-демократ, выразил надежду, что Тилерсон понимает, какие риски и вызовы существуют в разных регионах мира. Экс-министр обороны Роберт Гейтс назвал Тилерсона человеком, великолепно подготовленным к роли госсекретаря. Как и Нанн, Гейтс считает, что в случае утверждения нефтяник сумеет наладить отношения с Россией. Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что управление бизнесом и государственными делами не одно и то же. Во вступительном слове Рекс Тилерсон изложил свое видение международной повестки дня. Китай проявил себя экономической силой в глобальной торговле. Наши отношения с ним были и дружественными, и конфронтационными. Россия добивается уважения и признания на мировой арене, однако ее недавние действия противоречили американским интересам. Радикальный ислам – это не новая идеология, а полная ненависти и смертельной угрозы проявления мусульманской веры. Иран и Северная Корея представляют собой серьезную угрозу миру, поскольку отказываются соблюдать международные нормы. Выступление прервала женщина, которая требовала отвергнуть кандидатуру Тилерсона. Охрана вывела ее из зала. Далее кандидат заявил, что Америка останется верна принятым на себя обязательством. Он отметил, что союзники по НАТО не без оснований встревожены действиями России, которая, по его словам, вторглась в Украину, захватила Крым и поддерживает сирийские войска, грубо попирающие законы войны. Как сказал Тилерсон, сегодня Россия представляет собой угрозу, но она предсказуема в том, что касается продвижения ее интересов. Участники слушаний задали своему собеседнику еще ряд вопросов о России и Владимире Путине. По словам главы Сенатского комитета, республиканца Боба Коркера, обсуждение может занять весь день. Барак Обама простился с американцами. Свою последнюю речь на посту президента он произнес в Чикаго, штат Иллинойс. Именно здесь он и начинал свою политическую карьеру. Послушать выступление покидающего Белый дом демократа в конгресс-центр Маккормик-Плейс пришли десятки тысяч человек. Впервые я приехал в Чикаго, когда мне было чуть за 20. Я пытался разобраться в себе и искал цель в жизни. Здесь неподалеку я и начинал работать с группами в церкви на фоне закрытия заводов. 55-й президент рассказал о том, что считает своими главными достижениями за два срока в должности. Если бы я сказал вам 8 лет назад, что Америка выйдет из глубокой рецессии, перезапустит автоиндустрию и войдет в самый долгий в своей истории период создания рабочих мест. Если бы я сказал, что мы начнем новую главу в отношениях с кубинским народом, положим конец иранской программе разработки ядерного оружия без единого выстрела, уничтожим организатора 11 сентября, если бы сказал, что мы выиграем борьбу за равноправие в браке, обеспечим медицинское страхование для 20 миллионов наших сограждан, если бы я сказал вам все это, вы бы, вероятно, ответили, что мы высоковато замахнулись. Но все это мы сделали, вы сделали, вы сами создали перемены. Обама призвал американцев защищать свою демократию и быть активными гражданами не только во время выборов. Одними из главных угроз для существующего в стране порядка первый чернокожий президент США назвал экономическое неравенство и расизм. Вместе с президентом в Чикаго приехала первая леди Мишель Обама. Обращаясь к супруге с благодарностью, политик прослезился. Мишель Лавон Робинсон, девочка из Южного района. И сделала Белый дом местом, которое принадлежит всем. Напоследок Обама попросил сограждан не терять веру в себя и в американскую идею. Это убеждение заложено в подсознании каждого американца, история которого еще даже не написана. Да, мы можем. Да, мы это сделали. С лозунгом «Да, мы можем» Барак Обама впервые баллотировался на пост президента в 2008 году. 20 января в должность вступит новый глава государства, республиканец Дональд Трамп. Он уже пообещал отменить ряд реформ своего предшественника. 4,3 миллиарда долларов заплатит Volkswagen властям США. Такова окончательная сумма компенсации за манипуляции с данными выхлопов. О соглашении с американскими властями сообщил сам немецкий автогигант. Это значит, что благодаря этому соглашению в Штатах прекратят все уголовно-правовые расследования, а также гражданские процессы о возмещении денежного ущерба. Кроме того, договоренность содержит также признание вины Volkswagen. Ранее немецкий автопроизводитель сообщал, что зарезервировал 18,2 миллиардов евро на последствия Дизельгейта. Однако большая часть этой суммы отложена на компенсации американским клиентам и штрафы по гражданским искам. Неизвестно, хватит ли ее на оплату штрафа по окончательной договоренности с властями США. Тем временем, несмотря на дизельный скандал, Volkswagen, по всей видимости, стал мировым лидером по количеству проданных авто за прошедший год. Так, автоконцерн сообщил, что в 2016 году продал 10 миллионов 300 тысяч авто. Это почти на 4% больше, чем в 2015. Это также больше, чем продала компания Toyota. Так, японский автопроизводитель в декабре спрогнозировал свои годовые показатели на уровне 10 миллионов 200 тысяч проданных авто. Напомним, так называемый Дизельгейт разразился в 2015 году. Тогда американские власти начали в отношении Volkswagen расследование. В результате руководство автоконцерна признало, что специально занижало показатели выброса выхлопных газов. Во всем мире было продано 11 миллионов таких автомобилей. При этом на самом деле загрязнение газами дизельных машин Volkswagen в 40 раз превышало допустимые нормы. Европейские биржи немного просели сегодня в преддверии пресс-конференции Дональда Трампа. Однако главный биржевой индекс Германии Deutsche Aktien Index удержал позиции на новостях о Volkswagen и предстоящей окончательной договоренности между властями США и Deutsche Bank. Нам приходится справляться с негативными последствиями дизельного скандала. Но уже ведь есть и хорошие новости от Volkswagen. Компания стала номером один в глобальном масштабе по количеству проданных авто. И это показывает, что автоконцерн справляется с ситуацией, даже если из-за Дизельгейта придется расстаться с 20 миллиардами евро. Кроме того, вот-вот должна вступить в силу предварительная договоренность Deutsche Bank с американскими властями об уплате штрафа в 7,2 миллиардов долларов. Этот момент спокойствия и мира, конечно же, вылился для Deutsche Bank в копеечку. Однако следует заметить, что банк обошелся малой кровью. Если бы не вмешался Минюз США, Deutsche Bank вообще мог стать банкротом. Так что акционеры должны быть довольны. Тем более, что изначально заявленная сумма штрафа была вдвое выше и достигала 15 миллиардов долларов. Уже более года крупнейший банк Германии находится в тяжелейшем положении. По итогам 2015 года его убытки составили астрономические 6,8 миллиардов евро. Это наихудший показатель за всю историю компании. Финансовые результаты 2016-го банк еще не обнародовал. Однако штраф за манипуляции с ипотечными кредитами, очевидно, повлияет на них не лучшим образом. Зарплату теперь не утаишь, во всяком случае от коллег. Кабинет министра ФРГ после года споров одобрил законопроект о прозрачности информации о заработках. Он направлен на преодоление разницы в зарплатах мужчин и женщин. Документ подготовила министр по делам семьи Мануэла Швезик. Важно отказаться от табу. О деньгах не разговаривают. Это табу начинается там, где нет прозрачности, где люди не знают, будут ли они получать справедливое вознаграждение за свой труд. Новые правила коснутся 14 миллионов работающих граждан. В средних компаниях, в которых трудятся две сотни сотрудников, женщины будут иметь право знать, сколько на аналогичных должностях получают мужчины. А крупные фирмы со штатом от 500 сотрудников вообще обязали пересмотреть зарплаты так, чтобы мужчины и женщины получали за свой труд одинаковое вознаграждение. Обычно о зарплатах других мы узнаем как-нибудь случайно. За кружкой пиво с коллегами после работы. Я за то, чтобы прекратить подобную традицию. И тут важно, чтобы сами женщины требовали равных прав с мужчинами, в том числе и равной зарплаты. Согласно законопроекту, работодатели должны будут каждые три года предоставлять коллективу данные об уровне зарплат, бонусов и о предоставляемых сотрудникам автомобилях. Согласно данным Федерального статистического ведомства, в 2015 году женщины в среднем зарабатывали на 21% меньше, чем мужчины. Теперь законопроект обсудят в Гундестаге, после чего вопросы о его принятии выставят на парламентское голосование. Премьер Италии Паоло Джентилони перенес операцию на сосудах. Как сообщили в правительстве страны, минувшим вечером, вернувшись в Рим после встречи с французским президентом Франсуа Оландом, 62-летний политик почувствовал себя плохо. Ему немедленно вызвали скорую. Врач принял решение госпитализировать министра. Как утверждают источники в правительстве, оснований переживать за здоровье Джентилони нет. Недомогание, которое он почувствовал, не было вызвано сердечным приступом. И сознание премьер не терял. Более того, в окружении подчеркивают, резиденцию политик покинул самостоятельно. Врачи вживили ему в один из кровеносных сосудов стенд, специальную расширяющую трубку. Сейчас Джентилони поддерживает связь с коллегами по телефону. Паоло Джентилони стал премьер-министром Италии в декабре прошлого года. Его предшественник Маттео Ренци подал в отставку после провала на референдуме по конституционной реформе, которую он продвигал. Спасибо. На протяжении двух часов 20 человек не могли выбраться из вагончиков американских горок, пока к ним не добрались спасатели. Это произошло в парке развлечений города Голдкост, штат Квинсленд. В результате инцидента никто не пострадал. Большинство посетителей удалось освободить без труда и спустить на землю. Однако четверых пришлось эвакуировать с помощью специального оборудования. Управляющие парка выясняют обстоятельства случившегося. Это была типичная мера безопасности. Нет пострадавших и жертв. Наша команда отлично подготовлена для проведения таких операций согласно протоколу. Похожий инцидент произошел на американских горках в соседнем парке аттракционов в октябре прошлого года. Тогда в результате аварии погибли 4 человека. В столицу Германии и близлежащие городки и деревни замелось снегом. Сильный снегопад начался в столице в полдень и продолжался почти до вечера. Даже движение транспорта в городе частично пришлось приостановить. Но городские коммунальные службы быстро отреагировали на ситуацию. Отправили своих сотрудников в центр города и к Бранденбургским воротам на уборку снега и довольно быстро справились с задачей. Ближе к вечеру снежные тучи переместились в регион Нижняя Лужица. Расположены в федеральной земле Бранденбург. Здесь за день выпало 5 сантиметров осадков. К западу от Берлина днем шел мокрый снег с дождем, а к вечеру похолодало. Так что синоптики просят водителей быть осторожными. В этих районах дороги могут покрыться ледяной коркой. Завтра на западе и юго-западе страны ожидают сильные порывы ветра от 55 до 70 километров в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова